Суетную, озорную, молокавую Я люблю мою Москву, А наде мы на Москве С этажами, горожанами, Горожанами На земле, что у Италии, Из военной походы парада, Кривизня марсианских парадов, Я продолжаю искать клад. И вот посмотрите, какая курочка у нас за 2000 рублей. Замечательная вещь. А я мчусь дальше. В киосках, где разместилась выставка-ярмарка, сделанная в СССР, Много всевозможных старинных открыток, Книг, товаров по 100, 200 и 400 рублей. И каждый может найти себе что-то по душе. Ну, а где же можно встретить мужчин? Что предпочитают мужчины на этом рынке? Ну, разумеется, у палаток с миниатюрными моделями машин, Выпускавшимися в СССР. И я хорошо помню, что в те времена достать или купить какую-то модель машины, Это было такое счастье. Ну, вот. Ну, а женщины оккупировали, конечно, палатки, Где продавались очень много различных украшений. И, например, французские. И я направилась туда. Особенность в том, что французы любят делать такие изделия, Покрытые позолотой. Они так и называются. Плаки Ор. Это покрытие золотом. Вот. И вот бывает розовое позолото. Бывает вот светло-золотистое, золотистое. Вот. Еще у французов интересная особенность. Они любят украшения на пластике. Вот. Маркозитами выкладывать. Кристаллы. Вот. Вот это их типичные украшения. И на российском рынке они довольно редко представлены. Вот. Поэтому... А я думала, что вот такое их скорее. Да? Это что такое? Да. Это Leostein. Это французская винтажный бренд. Эксклюзивные украшения. Она делала пластик, добавляя туда металл, кружево, всяческие ингредиенты. Как ингредиенты. И получается голографический эффект. Вот эти ранние броши ее портретные. Они не маркировались. И цветочные еще тоже вот это вот тоже Leostein. И если покрутить брошку, то она переливается вот всякими разными... Вот видите, получается такая голографическая. Эти вещи довольно недешевые. В Европе они стоят по 100 евро. Ну это настоящее сокровище. Да. Да. А у нас она стоит всего 6 тысяч. Да. Я смотрю, у нас, кстати, иностранцы, которые здесь бывали, они все покупают. Да. Им нравится. Поэтому вот также интересный бренд французский, сейчас скажу, как называется, Таратата. Вот. Это не дешевая фирма. Она продается и сейчас, современная. Вот. Это винтаж. Это винтаж 80-х годов. Он отличается от того, что сейчас продается. Их украшения начинаются там от 4,5 и до 15 тысяч и выше. Эта брошь стоит всего 3 тысячи. Маркирована в идеале и так далее. А вот мне зеленая очень нравится. Зеленая это винтажный пластик, 60-е годы. Это не бакелит, случайно? Возможно, и бакелит я не проверяла, но вот у него вот такая застежка довольно прочная. Видите, как сделана. Но она эффектная, да. Эффектная брошь. Очень эффектная. Да. То есть, как-то так. Думаю, достаточно. А вот я смотрю, у вас и микромозаика есть еще. Да. Микромозаика. Это тоже Франция, да? Да. Она ценит. Она разная. Ну, не знаю насчет Франции. Она куплена во Франции. Вот. Видите, чем мельче микромозаика, тем дороже вещи. Потому что это довольно сложная система производства, да, сделать вот из мельчайших таких стеклышек именно красивый узор. Именно мелкий, красивый, четкий, подробный узор. Да. Да, вот если даже сравнить, вот посмотреть. Здесь крупные кусочки, а здесь уже гораздо мельче. Есть еще микромозаика еще мельче. Да. Мельче микромозаика. Обратите внимание. Вот это вообще начало 20 века. О, ну это вообще редкость. Да. Да. И вот, ну вот можно опять же взять для сравнения, да, вот, покрупнее, помельче. Это совсем старинная. И вот совсем старинная. Красивая. Красивая. Прямо произведение, наверное, европейских левши, или как это называется, да, у нас русская есть. Да. Как блока. Да. Левша блаку подковала. Это европейские мастера делают вот очень микро-микро такие штучки. Ну и соответственно сцены. А сколько вот эта красная мозаика стоит? Красная 2,500, это 2,800, это 4,5. И это 4,5. Ну разница в цене понятна почему. Конечно. А вот еще про эту барышню расскажите. Про эту барышню? А это уже английская брошь Fine Bona Chino, Англия. Это фарфор. Их знаменитый костяной фарфор. Вот. Они любят такие изделия. Это маркированная история. Вот. Очень красивая такая. Да. И подвеска. Подвески. Бывают броши, а подвески не так часто встречаются. Да, подвески, да. Тоже винтаж. Где-то, я думаю, 70-е, 80-е. А она сколько стоит? Она, думаю, 2,600 у нас. 2,600. Вот, смотрите, сколько у вас интересных вещей. Вот эта вот французская брошь Ardeco. Видите, какая она старая? А вот, смотрите, на перламутре дама. Да, на перламутре дама. Тоже подвесная, кстати. Да, это французы, они вообще любят делать на перламутре, на ракушке. Тоже дама. Ракушки. Посмотрите, она с мехом в шапочке. Это коллекция брошей таких есть, серия целых. Они разные. Да. Они в шляпках бывают, с мехом. Такая прелесть. Такая ручная работа, авторские броши. А это клоязаны, что ли, у вас? Да, это клоязаны. О! Клоязаны, колокольчик, и сколько он стоит? А, это 2500. Клоязаны, это такая редкость. А что он китайский, что ли? Ой, какая у вас маленькая, смотрите. Это лимошские шкатулочки. Лимош. Вот, гораздо интереснее вот эта вот вещь, она очень старинная. Это таблетница. О! Стеклянную не видела никогда. Да, вот это стекло натуральное. А чья это? Это Франция. Тоже Франция? Да, это Франция. Вот видите? Такую таблетницу никогда не видела. Вот это вот дешевле таблетница. Она маркированная. Это Мишель Лебрун. У них такая бижутерная фирма. Тоже очень хорошенькая. Но она, конечно, гораздо дешевле, чем вот эта. Ну, прозрачную никогда не видела. Такая она красота. Тут БЛ маркированная. Видите? Тут латун. А я тут хотела тут перейти. Латун старинная. Видите? Еще чеканка на ней. Ой, еще в виде сумочки у вас. Да. Ну, это более современная такая вещица. Видите? Голд плейт. 24 карата покрытие. Такая в виде сумочки таблетница. Вот это маркетри. Тоже французская таблетница. Маркетри это искусство создавания рисунка из деревянных таких мини... Плашек таких. Плашек, да, кусочков. Получаются вот такие интересные рисунки. Спасибо вам большое. Ну, я вам расскажу про американскую бижутерию. Я занимаюсь именно этой. Вот, например, начнем... Сейчас покажу с одного кулона подвески. Вот. Это такой восточном стиле в японском. Маркирована трифари, корона трифари. Корона это маркировка, которая была до 70-х годов. Трифари, чем интересно, они разработали свой сплав секретный. Назывался он трифариум, который с годами не темнел, не подвергался никаким воздействиям внешним. Чем еще интересна эта марка? Знаменитый фильм «Дьявол носит Прада», где была вот такая вот вредная начальница, которая играла Мэрил Стрип. Она там в одном из кадров надевает трифари украшение, такое колье-подвеска, которое называется «Водопад». Сейчас его не найдешь, в связи с тем, что он был так широко прорекламирован голливудской звездой. Что еще интересного? Покажу бижутерию, такую камею. Видите, как качественно сделано. Это марка «Эйвон». Мы знаем «Эйвон» как косметическую компанию. А на самом деле она занималась очень серьезной бижутерией. И есть абсолютно коллекционные вещи, которые разрабатывала дизайн Элизабет Тейлор. Но это вообще даже в продаже нет. Вот этого я даже не слышала. Они есть только в коллекциях, они даже сейчас не продаются. Я привыкла, что у них большие такие броши, которые они в свое время в 60-е было модно. Они одевали на платье, на свои. Вот тоже «Эйвон». Тоже «Эйвон» маркированная. Она даже такая немного юбилейная. 2006 год. Это видимо какой-то юбилейный, праздничная дата такая. Это Нолан Миллер. Ну это уже знаменитая такая. Да, знаменитая марка вещь. Так, а сколько они стоят примерно вот это? Это 6500. Она такая, видите, праздничная нарядная. Да, но у них очень много здесь камушков всяких. Да. Это поскольку до 70-х годов стоит 7500. В разряд раритет на потихонечку переходит. Потому что с каждым годом все выбирается и выбирается. А вот это вот, что за «Рыба-кит»? Вы знаете, да, это интересная такая брошь. Она маркирована «Брукс». Но дизайн очень похож на дизайн «Моне». У «Моне» была в 60-х годах такая линейка, такая коллекция. Как раз вот с такими струнами. Эта коллекция есть в каталоге. Там бабочки, зайчики, рыбки тоже. Но, как мы знаем, американцы очень часто заимствовали, американские бренды часто очень заимствовали друг у друга дизайн. Ну, знаете, и фарфор тоже мы любили. Расписывали, может быть, сами. Поэтому мы иногда какие-то переклички видим. Но они совершенно этого не стеснялись. Единственное, кто с этим очень сильно боролся, это был Буше. Ученик Cartier, который, да, родился в Буше. Все-таки он боролся. Он боролся, он боролся. Он, как мы знаем, родился в Париже, работал у Cartier. Потом его Cartier отправил в Нью-Йорк развивать филиал. А он благополучно взял и открыл свою бюджутерную линейку. И вот он боролся, он судился, он патентовал каждое свое произведение. У него каждая брошь номерная, маркированная. Да, он выигрывал практически все суды, поэтому мы с ним старались не связываться. А вот эта мне очень нравится, брошь. Вот этот, это дресс-клипы знаменитые американские, которые имеют вот... А, все, я очень, да, да. Которые могут и на ласкан, ну и, конечно, на шарф. Великолепные. Да, дресс-клипы у них были такие вот специально жесткие, видите, какие зубчики острые, потому что это как бы на... Чтобы держалось. Держалось, да, на плотной ткани, на... Может быть, шарф какой-то у меня есть по слоям, чтобы... Это 70-е годы. Там чаша работа, да. Розочки целубоидные. Розочки, да, тоже уже практически... Они редко очень встречаются и не хватают. А вот эти... Это моя авторская сборка. Да? Что-то ресайклинг. А то есть вы сами даже делаете? Да, я собираю. Я люблю ресайклинг. Например, вот здесь вот такие вот цветочки, да, красненькие макеты. Это вот винтажные даже. Может быть, вы в союз коллекционеров? Да, да, я в союз коллекционеров. Это винтажная деталь. Так вы были на... Была, да. Вы должны были меня видеть, а я вас. Да, да. Вот я люблю заниматься ресайклингом, да, когда перерабатываю какую-то винтажную деталь, даю ей вторую жизнь и вот и объединяю с современными... Здорово, здорово. Ну это да, творчество. Да, да, я люблю этим заниматься. А вот это вот, что это? Вы знаете, это тоже моя произведемая сборка. А вы знаете, как хорошо выглядит? Прям прекрасно. Да, это винтажный агат. Я его лично купила 20 с лишним лет назад. Это агат. Агат, я люблю иногда работать с натуральными камнями. Агат вообще агатов более 40 видов и он очень хорошо поддается обработке. То есть вот это, например, тоже агат. Конечно, это не природный цвет. Это он... Его так окрасили. Окрасили и он стал вот таким интересным... Правильно. Это тоже ваша работа. Это тоже моя работа. А вот здесь бусина, это стеклянная, винтажная стеклянная бусина. Здорово. Мне показалось. А вот это тоже ваша? Что? Вот это такое? Вот это? Нет, да. Нет, это просто винтажная. Красивая. А вот эта вот брошь? А вы знаете, это вот моя коллега. Это у коллеги, да. Хорошо. А вот эта вот с ангелами тоже ваша? Это моя сборка, да. Ой, вот эта мне очень нравится. Моя сборка, это гипсовая подвеска. Я ее вот увидела. Мне она очень понравилась. А вы просто увидели, вы ее не сами делали? Нет, я ее не отливала сама. Хотя, в принципе, можно снять форму и делать. Но, понимаете, я не делаю тираж. Понятно. Я делаю все единичное экземпляре. Чтобы интереснее было. Ну и сколько такая красота у вас стоит? Такая 4500. Мне очень нравится. Цепь покрытая родием. То есть можно носить на тело. Она не потемнеет. Как раз мой размерчик. Не потемнеет. Ладно, спасибо вам. Удачи. Друзья, приходите покупать клад. Работают еще 6-7 до 21 часа. Так что все можно успеть. Меня зовут Кольбинов Александр. Я уникальный ретрофотограф 19 века. Угу. Мы работаем здесь, на бульваре Гоголя. До 7 числа. Делаем фотографии. Значит, что у нас здесь? Черно-белые фотографии делаете, да? Да. Это не просто черно-белые. Они сделаны по технологиям 19 века. О! И на аппарате на этом же, да? Ретрофотографии. Уши развести. Ладно. Выключаем. 22. 22. 11. 12. 16. Хорошо. Помоложе, да? Делаем помоложе. У нас здесь молодильная йогурка. Опа! Все простало, да? Здесь хочу,REVыйsem System с дебилом полетичнее. Camellium полетичнее, Sherman с дебилом полетичнее. «Процес», ну честно, неhertz, но это очень классно, да? Я думаю, что уже не нуждаю холодильнюю. И по темarchие любовь, как все عنи на дебиле г musimy pouquinho? Настоящая бромо-серебряная бумага Здесь вы проявляете? Да, здесь мы проявляем в технике 19 века Так раньше работали на базарах, выставках, ярмарках Так и мы продолжаем эту древнюю традицию У нас в России всего 5 человек Которые это делают Да, уникальные мы Абсолютно уникальный, сложный процесс Начался в 1889 году впервые На Нью-Йоркской ярмарке это было представлено Процесс очень сложный 8 ванночек Кислотный баланс там соблюдается плохо Но вы получаетесь Совсем Совсем, да Совсем Отсвели Уже давно Попался Вот, видите, сейчас будет прямо на ваших глазах Будет появляться историческое изображение Вас как вас зовут? Мария Вас как Мария, вот Видите, уже Видно, да? Как плохо Плохо Плохо, совершенно верно Волшебное слово, знаете? А это закрепитель Нет, здесь нет закрепителя Это восстанавливается сернистое серебро До ржавчины Поэтому оно сейчас здесь и будет До ржавчины Ржавчины серебра Ржавчины серебра Вот такая ржавчина серебра Да, уже вижу себя Ну, отлично Ну вот, как-то так Вот и готово Сделано из ржавчины серебра Хотите сфотографироваться? В старом, в старом будете? Да Такая вот техническая Вам еще шляпу дадут Ой, мне надо было Шеста шляпы Спасибо, что были со мной Спасибо за ваши лайки И комментарии Желаю вам интересных встреч Покупок Мира в душе И мирного неба над головой До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok